Уже через несколько минут на ковре начнутся схватки, а пока дети-рукопашники с флагами своих спортивных клубов настраиваются на торжественном построении. И хотя бойцы в возрасте от 8 до 11 лет будут сражаться за звание лучших, это не соревнования в привычном понимании, это учебно-тренировочное занятие «Открытый ковер». То есть они отрабатывали, но сейчас они в форме соревнований проходят у них бои, но они учатся, тренируются, готовятся к соревнованиям. В этом году впервые будет проводиться российские соревнования среди 10-11 лет. Это будет проходить в Брянске в конце мая. Если проводить аналогию с уроками в школе, это такая контрольная работа. Собрала она порядка 80 спортсменов. Ребята и девчонки приехали на открытый ковер из разных городов и районов нашего региона. Есть даже одна команда из Саратовской области. Как и положено, бойцов разбили на возрастные и весовые категории. Рукопашка – одно из самых универсальных, приближенных к настоящему бою в виде на борт. Здесь разрешена как ударная, так и борцовская техника. Работа как в стойке, так и в портере. Но, конечно, в этом возрасте ограничений побольше. Например, запрещены удушающие приемы и добивания. Несмотря на это и на юный возраст спортсменов, схватки тут зрелищные и конкурентные. Взять, например, бой 11-летнего Сергея. На ковре он сейчас с синим поясом. Соперники за пару минут успели и ударами обменяться, и побороться. При этом Сергей постоянно шел вперед, давил и работал первым номером. В итоге судьи отдали победу ему. Соперник был нормальный. В принципе, я его провел нормально. Сегодня у моей мамы день рождения. Я хочу занять первое место. Спасибо огромное моим тренерам и моему брату. Несмотря на то, что это не соревнование в полной мере, организаторы занятия предусмотрели призы, чтобы отметить лучших спортсменов. Дмитрий Сергеев, Евгений Михеев, Александр Кобзарев. Область новостей. Дмитрий Сергеев.